Еще совсем недавно территория, на которой строится этот жилой комплекс, принадлежала заводу «Молния». Мы, компания, в первую очередь ориентирована на заказчика. Уже ведется монтаж фиброцементных плит «Эквитон». Мы даем гарантию 5 лет. Это гарантия и на внешний вид, и на физико-механические свойства. Вообще с кварталами у меня какие-то особые взаимоотношения. Как правило, большие комплексы требуют такого более внимательного отношения к деталям. Было важно, что человек видел, что это абсолютно такая рукотворная история. Всем привет! С вами Стас Круглицкий. Это интернет-журнал о новостройках. Мы сегодня находимся снова в Юго-Восточном административном округе. Мне кажется, нам с Романом здесь намазали просто медом. А проекты, о которых я сегодня расскажу, мы тоже посещали уже раза, наверное, два или три. Сегодня у нас, можно сказать, новый формат. Мы снимаем обзор, но рассказывать о сегодняшнем герое буду не я, точнее не только я, но и участники этого проекта. За моей спиной находятся монолитные корпуса жилого комплекса «Кварталы-2119» от девелоперской компании «Вектор Строфинанс». И об этом проекте пойдет речь в сегодняшнем нашем выпуске. Квартирный фонд «Кварталов» состоит из студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, площадь которых варьируется от примерно 30 до примерно 90 квадратных метров. Стоимость квартир в этом комплексе на конец июня 2019 года варьируется от 5,5 до 17 миллионов 300 тысяч рублей. Это за квартиру с отделкой под ключ. А стоимость квадратного метра от 160 до примерно 215 тысяч рублей. Проект «Квартала-2119» на самом деле разноформатный. Дело в том, что 6 из 21 корпуса этого проекта являются панельными, и квартира в нем полностью реализована. Здесь живут счастливые новосела и гоняют мяч во дворе детишки. Остальные 15 корпусов поделены на три «Квартала», состоящие из 5 домов каждой. Все они переменной этажностью от 9 до 23 этажей. В данный момент в реализации находятся все три строящиеся очереди. То есть это третья, четвертая и пятая. Правда, находятся они на разных этапах. Как вы видите, в домах третьей очереди ведутся фасадные работы, где-то уже монтируется плитка. Что касается четвертой очереди, то там пока ведутся монолитные работы, а также началась кладка стен. Ну и пятая очередь пока что на этапе котлована. Алексей, расскажи нам о стандартах качества сварга. Стандарты качества очень высокие. Они определены у нас в компании брендбуком. Это некий документ, который помогает нам выстроить всю цепочку взаимодействия между руководящим составом и линейным составом площадки. Мы создаем сложную структуру, которая в свою очередь помогает отследить каждый этап строительства. То есть это службы, отделы, которые приезжают и все тщательно контролируют. От момента анализа проектной документации до финиша строительства. Вы работали со многими архитектурными бюро. А есть ли какие-то особенности взаимодействия именно с архитектурным бюро Цимайла Лишенко и партнера? Есть определенные особенности. Ребята очень амбициозные. Работа с ними интересна. Они прогрессивны как с точки зрения выбора решений, проектирования, так и с точки зрения подбора материалов. Это не всегда бывает просто, но нам это интересно. Алексей, я не первый раз на вашей строительной площадке, у вас здесь всегда чисто и опрятно. Это, я так понимаю, тоже ваша принципиальная позиция? Да, эта позиция тоже у нас описана в нашем брендбуке, о котором я говорил. Вид нашей площадки строго регламентирован. За этим следят опять же те службы и руководство, которые приезжают на площадку. То есть у нас подход такой, что площадки должны быть чистые, аккуратные. И если вы обращаете внимание на площадки сварга, когда едете по городу, они примерно все однообразны. Это один тип забора, он всегда чистый. И выглядят они в основном идеально. Я правильно понимаю, что четвертая очередь, на территории, в которой мы сейчас находимся, начала строиться в конце 2018 года? Первые монолитные работы мы начали здесь проводить в январе месяце. Значит, на сегодня, к концу июня у нас будет полностью готовы два корпуса. Значит, ну и идем сейчас темпом примерно по другим корпусам 4-5 этажей. Как ты думаешь, почему директор строя финансы выбрал в качестве подрядчика именно компанию сварга? Как кажется мне, все-таки, потому что мы, компания, в первую очередь ориентирована на заказчиках, значит, и ориентирована на результат нашей работы. Мы за всю историю нашей работы ни разу не срывали тех сроков, которые заявляют. То есть все, что мы обещаем, делают. Еще совсем недавно территория, на которой строится этот жилой комплекс, принадлежала заводу «Молния». 19 гектар, я напомню, площадь всего этого участка. Еще каких-то два года назад здесь стояла какая-то старая покатившаяся котельная. Сегодня здесь уже возводят жилые дома. Но обдохнул жизнь в этот проект архитектурная мастерская Цимайла Лишенко и партнера. Александр, часто ли вам приходится работать с проектами такого масштаба, и в чем их специфика? Я не могу сказать, что это, скажем так, основной наш формат, потому что в основном все-таки мы делаем проекты более камерного характера, положенные в центре города Героя Москва. Но у нас есть большие проекты, и это один, собственно, из них. А в чем вообще специфика работы с такими крупными проектами? Специфика работы заключается в том, что, как правило, большие комплексы требуют такого более внимательного отношения к деталям. Почему? Потому что там очень невысокая стоимость строительства, а при этом нужно добиться очень высокого качества. Соответственно, нужно придумывать планировочные, архитектурные, градостроительные решения, которые, грубо говоря, с одной стороны, легко реализовать, с другой стороны, не даривали бы хорошие качества. Вы можете рассказать о концепции этого жилого комплекса? В чем она состоит? Ну, концепция такая достаточно понятная, не новая. Она, собственно, соответствует последним каким-то тенденциям городостроительным и в Москве, и в мире, что это квартальная застройка, которая дает возможность людям получить некое общественное пространство в виде внутреннего двора, но которое все-таки персонализировано, то есть оно принадлежит им, и, соответственно, они кому-то, и таким образом они получают некое новое для себя качество. Там нет машин, там хорошие площадки, прекрасное благоустройство. А в данном проекте оно еще более сложное, потому что там два типа общественного пространства. Есть бульвар, который принадлежит всем, и есть уже конкретные дворы, которые принадлежат жителям самих кварталов. Вообще с кварталами у меня какие-то особые взаимоотношения. Первый раз я, когда сюда приехал, здесь стояло всего три дома, и визуальная концепция этого комплекса была совершенно иная, какая-то, ну, детская что ли. И мне очень приятно видеть, как развивается этот жилой комплекс, как меняются взгляды его идейных вдохновителей на то, как это все должно выглядеть. И со временем эта идея как будто становится более взрослой и как дорогой французский коньяк все лучше и лучше. Вообще, в целом, когда изначально я познакомился с этим брендом и вообще со строительным рынком в целом, для меня это был такой первый опыт, мне показалось, что на рынке очень много абсолютно бездушных и абсолютно таких однотипных фотографий, рендеров. Мы не говорим про архитектуру в целом, архитектура меняется. И мне кажется, что дизайн точно так же, как любая рубашка, должна обновляться. И, соответственно, когда я посмотрел на участок, я понял, что это действительно такая зеленая история. И вообще, если говорить про птицы, то это же всегда какая-то новая жизнь, новая история. И, соответственно, птицы — это некий такой литературный, я бы сказал, даже такой лиричный персонаж, который показался мне невероятно органичным именно для этой территории. И что там не случайно все произошло в ручной графике, да, и совершенно такая была рукотворная концепция, чтобы вообще полностью быть совершенно не похожим на остальной рынок. И это и было таким, наверное, главным мотивирующим фактором — найти те коды и те какие-то узнаваемые элементы, которые нас, с одной стороны, бы отличали, но, с другой стороны, очень отражали нашу какую-то внутреннюю историю, философию. Потому что я не менял концепцию бренда именно в целом, потому что он остался невероятно тактильным. Все-таки тут же главный манифест — это история в деталях, да, и, точнее, внимание к деталям. Я правильно понимаю, что все детали вашего брендбука, они отрисованы, ну, прям вручную? То есть там нет никаких механизированных каких-то компьютерных частей? Нет, нет компьютерных — нет. Единственное, что, понятное дело, мы живем в 21 веке, когда очень много разных способов нанесения, и мы понимаем, что наш брендинг, он очень важен для как раз мерчендайзинга, и для всех вещей, которые связаны как раз с тактильными вещами. Поэтому мы переводили некоторые изображения в вектор, но они были абсолютно ручные, как во многом такие даже чем-то неловкие, чем-то такие, может быть, кому-то покажутся они детскими, но как раз когда мы смотрим на что-то такое вне времени, да, оно не теряет своей актуальности, не теряет своей свежести и какой-то искренности. Поэтому для меня было важно, что человек видел, что это абсолютно такая рукотворная история. А расскажи нам про историю логотипа. Что ты хотел этим сказать, что он на себя представляет? Ну, сам логотип мне хотел составить с точки зрения цифр узнаваемым и по начертаниям, чтобы люди понимали, что это 21 дом на 19 гектаров земли, и что действительно у него есть такая совершенно уникальная составляющая того, что если просто даже посмотреть по площади, то 21 дом на 19 гектаров – это невероятно свободная планировка. И это, я считаю, одна из наших самых сильных черт, которые мы должны в первую очередь говорить и показывать, что мы дарим людям совершенно такой другой уровень жизни. Но если говорить непосредственно про графическую составляющую, то, как мы уже говорили ранее, да, вот этот его артистизм – это такая история, когда мы вспоминаем вангоговские поля, что 21 дом – это такая история черепицы, которая, с одной стороны, может относиться к любому дому, и мы говорим просто про то, что сделано все с большим, с большой любовью, что так же точно, так же с ручной какой-то чуткостью. Он исполняется абсолютно в разных техниках. Изначально он планировался и делался именно в аквареле, и это было мое такое принципиальное решение. Я предупреждал о том, что его будет крайне сложно наносить на разные предметы, но это и как раз его выделяет среди всех остальных. Потом уже мы пришли к какой-то гравюрной истории, когда перевели его в черно-белые истории. Это некий такой штамп, как оттиск тоже, как будто это такая абсолютно тонкая литография. И потом уже даже у нас есть замечательные тоже наши партнеры, которые сделали нам прекрасную совершенно мозаику, и она смотрится очень так, как будто это изначально было ее исполнение. То есть за счет того, что он сам по себе такой весь сложный, его очень круто переносить на разные носители, в том числе и в камне. Вообще вот эта история с птичками, со всеми этими делами, с артом, это редизайн. До этого здесь дизайн был такой пластилиновый. Ты к нему отношения не имеешь? То есть ты появился здесь уже? Уже после. Но, соответственно, когда я увидел, что это история с пластилином, это тоже наверняка была история, завязанная на том, что мы говорим про семейные ценности, мы говорим про то, что, ну, если говорить со всеми такими прямолинейными аллегориями, то мы лепим свою жизнь сами, да? И от нас зависит, какой у нас будет дом, как мы будем себя чувствовать в этих дворах. И во многом я с ней абсолютно согласен, просто вопрос, опять же, в той актуальности на данный момент, потому что сейчас настолько много дизайнеров, настолько много разных тенденций и трендов, что бесконечно гоняться за ними бессмысленно. И обычно я всегда говорю, что выбирают не лучших, выбирают своих. Выбирают тех, которые действительно соответствуют именно какому-то твоему внутреннему, да, манифесту и какой-то философии. Поэтому как пластилин он уже, мне кажется, хорошо себя зарекомендовал, но уже было время для того, чтобы придать совершенно другую историю тактильности, да, и вот этой ручной истории. Поэтому, собственно, у нас был такой ручной пластилин, а теперь у нас такая ручная графика. Все монолитные корпуса всех трех кварталов будут иметь свой цвет. Терракотовый, графитовый и белый. Перед вами 11-й корпус третьей очереди строительства, на котором уже ведется монтаж фиброцементных плит Эквитон. Существуют разные материалы фасадных решений. Это камень, это кликерный кирпич, это гранит, что угодно. Скажи, чем фиброцемент лучше или хуже перечисленных материалов? Фиброцементные панели Эквитон имеют широкую цветовую гамму. То есть, как мы можем видеть, на фасаде применяются разные цвета, полутона цветов. Материал имеет крупный формат, 1250 на Т-1100. Материал легко обрабатывается, в том числе, ручным инструментом на строительной площадке. Его можно пилить, раскраивать и делать уникальные раскладки. Материал имеет высокие эстетические и эксплуатационные характеристики. Из чего вообще состоит эта плита? То есть, это натуральный материал или это просто какая-то смесь? Этот материал состоит из натуральных материалов, таких как цемент, песок, волокна, вода, воздух. То есть, он состоит из экологически чистых материалов и абсолютно не вреден окружающей среде и жителям, которые живут в жилых домах. А что касается, например, его тепловых свойств? Ну, то есть, есть ли какая-то разница? Вот навешан на фасад керамогранит или какой-то камень, металл, или вот, например, это все-таки фиброцемент? Вот в чем разница? Ну, с точки зрения теплотехники, то есть, материал, основные свойства материала – это эстетический внешний вид и защита минеральной ваты, защита фасада, то есть, от осадков, да, то есть, от снега, дождя, ветра. Основную функцию теплоизоляции выполняет сама теплоизоляция. Что касается их долговечности, ну, время никого не щадит. Вот что будет с панелями, с фасадами квартала 21-19, скажем, через лет 10-20? Они будут выглядеть точно так же? Панели окрашены в массе, плюс они тонированы краской, которую мы сами производим во Франции. Мы даем гарантию 5 лет. Это гарантия и на внешний вид, и на физико-механические свойства. Эти панели в Европе применяются уже не один десяток лет, и через 10-20 лет они будут выглядеть практически неизменно. Ну, я правильно понимаю, что вообще это немецкая панель, то есть, она производится в Германии. Она предназначена вообще для нашей зимы, для наших перепадов температур? В панели прошли такие испытания, как морозостойкость, то есть, попеременное замораживание, оттаивание в насыщенной водой состоянии. И при 150 циклах панель абсолютно не потеряла свою прочность, хотя допускается 10% потери прочности. То есть, также материал применяется в скандинавских странах, в Норвегии, Финляндии, там еще... Да, но там, где холода, в принципе, не редкость. Да, где повышенная влажность, где припрежные зоны, то есть, высокие, низкие температуры, наоборот, и панель прекрасно себя зарекомендовала. А я правильно понимаю, что это вообще материал не из дешевых, и он устанавливается в основном на такие более-менее премиальные объекты? Да, вы правильно понимаете, материал не дешевый, и он применяется в основном на жиле бизнес-класса. Андрей, скажи, чем алюминиевые конструкции лучше, чем, например, пластиковые? Алюминий имеет ряд преимуществ по сравнению с окнами ПВХ. Во-первых, это материал, из которого он сделан. То есть, алюминий более статичен, он выдерживает большие нагрузки, и поэтому из него можно сделать конструкции больших габаритов. То есть, в отличие от окон ПВХ, мы можем сделать, как вот здесь показано, окно в пол, так называемое. Вот, в отличие от ПВХ, алюминий, он не имеет искажений геометрических, потому что ПВХ, к сожалению, подвержен термическим расширениям. То есть, летом, особенно когда окна ламинированные с улицы в темный цвет, наверняка видели на комплексах комфорт и эконом-класса, чаще, наверное, эконом-класса, как штапик выгибается внизу окон. Он есть в фоторепортаже, можно в интернете это посмотреть. Алюминий от этого ушел, потому что статика алюминия гораздо выше, чем у него, и линейное расширение минимальное. То есть, при минимальных температурах и при максимальных температурах алюминий сохраняет свою форму. То есть, зимой он не сужается и не будет дуть, а летом он не расширяется, не будет выдавливать штапики. Мы провели испытания несколько линеек фурнитуры, отечественные, немецкие, итальянские, сербские. В итоге остановились по цене и качеству, и, конечно, немецкая фурнитура выиграла. Какова гарантия на окна? Гарантию с оградственным договором мы даем 5 лет. Она у нас прописана в договоре с заказчиком. И, в принципе, смело мы можем давать гораздо большую гарантию, потому что окна алюминиевые, они предполагают, что жизненный цикл зданий, их не нужно будет менять. В отличие от окон ПВХ, наверное, вы знаете, да, что 10-15, ну максимум 20 лет, да, и окна подлежат замене. Алюминиевые окна будут служить все время службы вашего здания. То есть 100-150 лет? 50. Я думаю, на 150 у нас никто не планирует, но 50 лет они точно честно отслужат. То есть, я правильно понимаю, что в комфорте, в экономии ваши окна не встретить? Да, уже, наверное, нет. То есть, комфорт у нас остается на пластиковых окнах, да, окна алюминиевые, это уже значит, что это бизнес-класс. Квартиры в кварталах 21-19 предлагаются в двух вариантах – без отделки и с отделкой. И что круто, квартиры с отделкой будут расположены полностью только в одном корпусе. Вот в этом, в 10-м. Это квартира с отделкой под ключ, в которую также войдет кухня со всей встроенной бытовой техникой. Здесь вы создали какой-то очень нестандартный дизайн. Расскажите, чем вы вдохновлялись при его создании? Хотелось избежать однообразия, и для того, чтобы покупатель, человек, который приходит, у него был выбор. При использовании однообразных элементов стандартных, палитра, покраски обоев, каких-то аксессуаров, еще чего-то, то есть все это приобретало свою индивидуальную какую-то тему. У нас есть универсальный набор инструментов. Нейтральный пол, вернее, не нейтральный, а универсальный пол по цвету, подходящий к любой стилистике. Есть двери лаконичные, лаконичный карниз, простая, в общем-то, по дизайну кухня. И есть сменный набор инструментов, это обои. Заменив их, человек может подстроить интерьер под себя, и он станет индивидуальным, соответственно, подтянув текстиль, мебель, освещение. Расскажите, пожалуйста, про обустройство санузлов в квартирах. Какие там использованы материалы? Мы использовали одного производителя. Это эталон российский, производитель керамогранит. У него очень такая хорошая палитра, красочная. И мы смиксовали, так скажем, разные типы плитки в таком геометрическом ключе. Каждый санузел для одного типа квартиры, он отвечает как бы двум дизайнам, которые в квартире используются на выбор. Но он универсален. То есть и для того типа квартиры, и для этого типа квартиры он подходит. Вы также рисовали дизайн и мест общего пользования, которые еще пока что вживую посмотреть нигде нельзя, только на рендерах. Скажите, вот это бирюзовый пол, это отсылка к морю? Коллективный цвет, на который мы все сошлись. Потому что он самый приятный, и от него есть ощущение отдыха, расслабления. Да, в общем-то коллегиально было решено, и никого это не раздражало. Наверное, это все-таки действительно мысль о море в Москве всегда. К сожалению, на данный момент квартиры полностью готовы для приживания. Пока что представлены только в этом 10-м корпусе. В четвертой очереди строительства таких квартир пока что не предусмотрено. Вариант отделки, который представлен в этом квартале, это квартира с отделкой white box. И такие квартиры можно приобрести в пятой очереди строительства. Когда речь заходит о редевелопменте промышленных зон, то первый вопрос, который возникает, а чем там вообще можно дышать? Есть ли там какая-то трава, деревья? И в кварталах 2119 застройщик уделил особое внимание озеленению и благоустройству. Вдоль всех пяти кварталов раскинется благоустроенная пешеходная аллея длиной в 860 метров. Начнется она вот с самого начала, с первой очереди, точнее уже началась там, где панельки стоят, и закончится прямо у метро Стахановская возле корпусов пятой очереди строительства. Бульвар открывается поэтапно. И сейчас в данный момент открыт отрезок, уже соответствующий первой и второй очередям. И что важно, на этом бульваре есть не только дорожки для того, чтобы можно было ходить, но еще есть зона разных активностей. Детские площадки и спортивные площадки. Вот, например, здесь висит груша. Я, мне кажется, вообще ни разу в жилом комплексе не видел, чтобы висели груши. Это суперкруто. Александр, а мне кажется, или этот бульвар чем-то похож на парк Зарядья? Слушай, ну честно говоря, я хочу тебя огорчить. На Зарядье, с одной стороны, похожи все современные объекты, которые строятся после Зарядья. С другой стороны, нет, он не похож. То есть мы вдохновлялись не Зарядьем, но идея была следующая. У нас дворы – это город, то есть у нас в дворах все четко, в дворах больше резины, может быть, больше каких-то твердых покрытий, а здесь у нас уже природа. То, чего нам не хватает в городе. Да, и мы редко можем это получить. Поэтому здесь то, что может быть тебе кажется похожим на Зарядье, это вот большое количество разных растений. Да, вот здесь это природа. И еще один интересный момент – здесь у нас неровные дорожки. Если дворы все четко, да, прям, здесь, как ты думаешь, зачем это сделано? Зачем вы сделали извилистые дорожки? Да, зачем? Для того, чтобы не сделать ровные дорожки. Ну, хороший ответ. Но суть в чем? Когда ты идешь по прямой дороге, ты всегда видишь одно и то же. У тебя картинка не меняется. Когда ты идешь по кривой дороге, каждый твой шаг, чуть-чуть новый вид. Тебе идти интересно. Здесь на бульваре, продолжая тему природы, интересно, что здесь нет резиновых покрытий. Да, здесь щепа, которую ты редко увидишь на детских площадках. Да, я, кстати, обращал на это внимание очень пристальное. И в чем суть? Ну, наше традиционное представление о том, что детям нужна резиновая поверхность, но она немножко несостоятельна. Да, для детей резина нейтральна. То есть, они с ней ничего не могут сделать. А со щепой они могут поиграть. Они насыпают ее в грузовик, они даже бросаются ей, да, кладут вот на карусель. То есть, это сразу добавляет интерес. А по какому принципу в этот проект выбирались снаряды, деревья и все прочее? Здесь все площадки, они разные. То есть, мы сейчас вот видим часть бульвара построенная, она на самом деле в два с половиной раза длиннее. То есть, еще будет кусок, еще там свои какие-то активности. Здесь у нас лесная тема, здесь натуральные материалы, в том числе и в площадках. И здесь мы в основном, у нас идет игра на движение, да. То есть, здесь есть батуты, здесь можно, ну, прям видно, да, можно круто полазить. Много видов качелей, да, и небольшое такое вот пространство для малышей. Дальше следующая зона, там есть воркаут и будет зона с холмом, тоже очень интересная. Ну и еще несколько разных вещей. Мы хотели, чтобы на бульваре ты мог попробовать, ну, практически все, что можно попробовать на детской площадке. Редко применяется в благоустройстве, там, каких-то жилых комплексов, но применено здесь, здесь есть рельеф. То есть, мы постарались природу дополнить еще и рельефом. Есть какой-то проект в вашей студии, который является вашей визитной карточкой, которой вы гордитесь больше всего? Мы участвовали в парке Краснодар вместе с компанией ГМП. Из последнего интересного того, что на слуху в Москве, игровая площадка Салют в парке Горького. Ну, то есть, это лучшая игровая площадка в России, на мой взгляд. Сейчас я буду пытаться попасть в штангу. Не в штангу, в смысле, в перекладину верхнюю. А, че? Опа! Благоустройство, помимо прогулочной аллеи, коснется, конечно же, и внутреннего пространства монолитных корпусов. Как это, в общем, произошло и с панельными? Мы сейчас с вами находимся именно в них, и вы видите, что здесь нет никаких автомобилей, что кругом цветочки, деревья, детские и спортивные площадки. Этого можно ждать и от монолита. Ну, а автомобили вы сможете запарковать на одноуровневом подземном паркинге, на который вы сможете спуститься из своей квартиры на лифте. Как это обычно и бывает, все первые этажи в таких комплексах занимают коммерческие помещения. Понятное дело, что в монолитных корпусах пока их еще нет, потому что они строятся. Ну, а что касается панельных, то их постепенно-постепенно облюбовывают арендаторы. Здесь уже появились салон красоты, продуктовый магазин «Пятерочка», спортивный клуб «Аюб», частный детский сад, а также Центр детского развития Анастасии Окиной. Кроме того, в самом первом квартале в скором времени откроется муниципальный детский сад. Вот он стоит, оранжевый, красивый. Осенью он примет первых детей. Также в рамках всего этого проекта появятся еще два детских сада и одна муниципальная школа. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я надеюсь, вам этот формат понравился. Если нет, ну и если да, тоже пишите в комментариях. Нам очень интересно ваше мнение. Вы смотрели интернет-журнал о новостройках. С вами был Стас Круглицкий. Подробную информацию об этом проекте вы сможете найти на портале новостроев.ру. Не забывайте на наш канал подписываться. Ставьте нам лайки, нажимайте на колокольчик. А еще у нас есть представительство в соцсетях. Facebook, Instagram и ВКонтакте. До встречи.